Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. 14-тонный подвиг села Чизбобруйска протянул грузовик по парковке. Все возможно, все в наших руках. Как это было? Алло, мы ищем таланты. Главное, чтобы они приходили сюда с желанием. Гимназия колледж искусств набирает учащихся и студентов, когда пройдут экзамены. История в деталях в Бобруйске создали музей военной техники. Хочу бы посидеть в кабине пилотов. Когда откроется экспозиция. А также лучший макет умного дома, новый завод в районе и зимний май. Спасатели устраняют последствия непогоды. Свыше 7,5 тысяч белорусов полностью вылечились от COVID-19. Медики провели почти 297 тысяч тестов. Эти данные приводит Минздрав. Тем временем Китай направил в Синеоку очередную партию гуманитарной помощи. Аппарат ИВЛ, тест-системы, защитные костюмы, маски и перчатки. Вес груза свыше 10 тонн. На следующей неделе в медучреждения Могилевской области завезут 10 тысяч экспресс-анализов на антитела. Минздрав тем временем пересмотрел правила самоизоляции. Если заключительные тесты заболевших коронавирусом окажутся положительными, сроки продлят. Туристы и иностранцы, прибывшие накануне, смогут меньше сидеть дома. Перформанс на парковке «Бобруйский тяжеловес» протащил 14-тонный грузовик. Подвиг сняли на видео и опубликовали в городской соцсети. Комментаторы разнесли труды силыча и усомнили в его способностях. Мария Бересневич встретилась с героем и убедилась, что он говорит чистую правду. Передайте свои ощущения. Я могу сказать, что это божественник. Подскажите, а сколько веса в вашей машине? Груз есть? Мужчина бросил вызов грузовику. С помощью специального пояса сдвигает фуру на несколько метров с парковки у торгового центра. Много людей говорят, что это неправда, это все вымыслено, так нельзя делать. Любое, у кого какое-то сомнение, желание, пусть находит фуру. То же самое сделаем и покажем, что это не фантастика. Все возможно, все в наших руках. Три, два, один, старт! В конце прошлого года прямо на площадке Белшины Дмитрий Куракин поставил мировой рекорд. Покрышку весом 270 килограммов. Всего за одну минуту перекинул 10 раз. Правда, в книгу мировых рекордов тяжеловеса занесли лишь спустя 4 месяца. Ежегодный справочник Гиннеса попасть так и не вышло. Планку по отжиманиям превысил в три раза. Результат не зафиксировали. Он тяготился больше всегда к силовому экстриму. Все ребята, допустим, там где-то силовая, там 10 минут 15, Дима все делал в раз 5 больше всегда. Дмитрий Куракин занимается спортом всегда и везде. Турники, брусья и даже камни. На площадке во дворе можно сделать упражнения на все группы мышц. Делаем статику, стоим 20 секунд, потом 10 раз приседаем, потом обратно 20 секунд стоим. Ветер, природа. Все, давайте, приседаем. Конечно, чувствую, ноги очень здесь вот болят. Прямо все горит. Но ощущение прикольное. Коллеги по спорту уверяют, бобруйский богатырь станет звездой мирового уровня. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы. Есть эксклюзивные кадры. Корреспонденты Бобруйск 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Ставка рефинансирования обновила исторический минимум. В Бобруйском районе строят новый завод. И первая смена в детских лагерях начнется 15 июня. В Беларуси сместили программу по оздоровлению школьников. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Нацбанк снижает ставку рефинансирования. С 20 мая показатель уменьшится до 8%. Эксперты отмечают, потребительские кредиты также подешевеют. В последний раз главный экономический ориентир менялся 19 февраля. В Беларуси сдвинули программу летнего оздоровления школьников. Детские лагеря заработают не раньше 15 июня. В этом году здравницы примут более 390 тысяч мальчиков и девочек. Под Бобруйском построят мусороперерабатывающий завод. Документы готовы. Теперь спецтехника расчищает площадку под фундамент. Первую партию отходов на объект завезут в 2022 году. Постельное белье в один клик. БелЖД предлагает платить за простыни, наволочку и полотенце через мобильное приложение. Достаточно купить электронный билет. В разделе «Данные пассажиров» отметит соответствующее поле. Цена услуги прибавится к стоимости проезда. БГУ проведет День детской журналистики. Преподаватели подготовят для участников серию мастер-классов. Акция пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom 16 мая. Культурной столицей Беларуси в 2021 году станет Борисов. Город из Минской области обогнал Мстиславль и Глубокая. Акция поддерживает традиции и достижения нации. За лучший инновационный подход в Бобруйске наградили победителей конкурса «Спасатели глазами детей». Итоги состязания подводят в 22-й раз. Учащиеся центры доп. образования создали макет «Умного дома». С помощью датчиков система способна обнаружить возгорание, оповестить жильцов и вызвать спасателей. Этот конкурс «Спасатели глазами детей» ребятам позволяет не только развиваться как творческим личностям, но также позволяет изучить более углубленно правила пожарной безопасности. Гимназия колледж искусства объявила сроки вступительной кампании. Заявления в пятые классы начнут принимать уже на следующей неделе. Анастасия Шевцова выяснила, как поразить преподавателей на экзаменах. Стойка на пальчиках. Маша Моисеева оттачивает хореографические навыки в зеркальном зале гимназии искусств. Поступила в прошлом году. До этого шесть лет занималась в коллективе «Кукушечка». Признается, больше всего по душе классический танец. Моя подружка, которая ходила тоже со мной в этот ансамбль, она рассказала, как здесь классно. И я как бы люблю танцевать, и поэтому я решила перейти сюда. Одноклассница не упускает момент славы. Виолетта Харькова хвастается. Объездила с концертами пол Европы. Выступала на главных площадках с Синеокой. Тем не менее, вступительные экзамены 2019-го не забудет никогда. Я помню, что у нас проверяли гибкость. И я сдала все на отлично. И мне мама говорит, что я поступила. И я так радовалась. Пора собирать документы. С 25 мая в гимназии искусств начнут принимать заявления в пятые классы. Отвели всего шесть дней. Экзамены проведут 9 и 10 июня. Хореограф Юлия Сидич отмечает, чтобы пройти отбор, не обязательно быть юной Волочковой. Прежде всего, им нужно заниматься развитием своих физических данных. То есть, это растяжка, прыжок. А дальше все уже сделаем здесь. Непосредственно при обучении. Главное, чтобы они приходили сюда с желанием. Когда есть желание, ребенок добьется результата в любом случае. Максим Войтов уже на третьем курсе. Без пяти минут профессионал. Летом парень станет артистом национального академического драмтеатра имени Якуба Колоса. В гимназии искусств попал в девятом классе. Затем пошел в колледж. Всю свою несознательную и сознательную жизнь танцевал. И пританцевал уже в трех коллективах. И как-то мне это нравится. Я собираюсь по этой профессии идти дальше. Вступительная кампания в колледж начнется 20 июля. Первые испытания педагоги проведут 4 августа. Наберут всего 30 человек. Будут проверяться физические данные поступающих. И какие-то базовые элементы хореографии. Для колледжа будет вступительный экзамен по классическому танцу, по народному танцу. И нужно будет сделать какую-то небольшую постановочку от себя. В этом году Бобруйская кузница талантов сможет принять иногородних студентов. Появились места в общежитии. Анастасия Шевцова, Анастасия Пахлёстова, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Спецтехника цвета хаки, истребители, штурмовики, служащие 83-го инженерно-аэродромного полка, соорудили музей под открытым небом. На площадке разместили и гражданские машины. Максим Кембель узнал, когда выставка примет первых гостей. Военная техника, разведывательная машина, советский штурмовик Су-25, ледокол и снегоочиститель, подспорье на гражданке. Служащие 83-го инженерно-аэродромного полка готовят музей под открытым небом. Подарок себе и городу комплекс создают в честь 80-летия части. Год назад командованием нашего вида вооруженных сил, военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, а также руководством города было принято решение на базе нашего полка поставить точку и осуществить мероприятие по окончанию и завершению строительства этого музея. На смотровой площадке лучшие виды вооружения. А это истребитель четвертого поколения. Здесь размещаются ракеты с лазерным наведением. Высокоточное оружие в небе серые ясли прозгоняются до 2500 км в час. Сейчас наводят лоск. Высадили молодые кусты, расставляют скамейки и урны. Вскоре ограду украсят табличками в виде миниатюрных истребителей. После прикоснуться к истории сможет каждый. Детям будет, я думаю, очень интересно. Когда откроют музей, я хочу посидеть в кабине пилота. Экспозицию откроют в конце лета. Аккурат в день военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Утро. Город на Березине ошарашило и ним. Ветер разгонялся до 13 метров в секунду. Днем распогодилось, выглянуло солнце. Столбик термометра застыл на отметке в 11 с плюсом. Надолго ли тренд уточнила Кристина Арианц? Сменить сланцы на туфли пришлось на этой неделе не только бобруйчанам, но и жителям всей страны. Еще вчера полбелоруссии засыпало снегом. Сегодня местами идут дожди. Ветер срывает кровли и валит деревья. Только в Могилевской области спасатели устраняли последствия стихии с десяток раз. Франция на неделе превратилась в Венецию. Пятая республика ушла под воду. Больше всего от непогоды пострадал юго-запад страны. Там выпало до 100 миллиметров осадков. В Лондоне резко похолодало. Температура в столице Соединенного Королевства за день упала на 10 градусов. В Шотландию тоже пришла зима со всеми вытекающими. Метель, ветер и минус за окном. В четверг в Бобруйске будет облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер северный, северо-западный порывистый. Атмосферное давление будет держаться на уровне 760 миллиметров. Ночью столбик термометра не поднимется выше 4 градусов. Днем воздух прогреется до 13 выше нуля. Кристина Рианц, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Сразу после нас сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Следите за новостями в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!